здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп и периодически на китайские музыкальные шоу на китайские тоже реагировать они сейчас шли на не идут поэтому китайские и в этот раз я расскажу про 4 эпизод популярного китайского шоу produce cam 2020 хочу сразу предупредить во первых спойлеры большие потому что был первый раунд выбывания во вторых много не то что бомбежки просто офигевание так что как говорится предупрежден значит вооружен кто боится спойлеров сначала посмотри эпизод а лучше промотайте эпизод вот он маленький спойлер нафиг промотайте прям вот так вот мотать яростно 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 а кто не боится тут пожалуйста слушайте мне много в комментариях писали что типа смотреть это не надо это перебор да а вот послушать это нормально сокращенные сокращенный пересказ в общем я был уверен что восьмичасовую ну дятину третьего эпизода будет переплюнуть сложно я так никогда не ошибался и и переплюнуть оказалось очень легко как бы создатели продюска 2020 сказали типа очми мазафака и переплюнули эти шесть часов не четыре часа по моему если ничего не путаю до четыре часа потому что первый эпизод из двух длился час 45 а второй 227 так что в принципе чуть больше четырех часов выкидываем там всякие концовки начало и прочее получаем примерно четыре часа так вот четыре часа это еще скучнее оказалось это рекорд на мой взгляд за четырехчасового шоу четырехчасовый эпизод сделал скучнючим я кстати должен обязательно сказать то что я забывал постоянно говорить предыдущие разы как это шоу забито рекламой это какой-то кошмар я понимаю что они в него сильно вложились и нужно как-то отбивать затраты но блин не настолько же здесь реклама натурально каждые там 10 минут такое ощущение может 15 и она длиннючая то есть если например файл связью я виде рекламу не успеваю даже если бы было желание добежать до телевизора чтобы перемотать я так дернусь она уже закончилась здесь реклама может длиться реально несколько минут подряд это как обычная тв натурально знаете когда берут последний фильм просто включают на 5-10 минут рекламы полная жуть единственное что немножко искупает то что здесь периодически в роликах участвовать сами трени с этим был связан очень один забавный момент вот и эти трени они до них там одеты они рекламируют эти вот йогурты замечательные да и как бы это мило в первый раз ну когда ты уже эти ролики посмотрел по разу тебе уже не очень интересно а тебя ими кормят 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 пока ты не сдохнешься этих роликов общем рекламы чудовищно много я ее постоянно устаю мотать просто вот касательно самого эпизода казалось бы опять же эпизод которым есть выбывание это должна быть драма драма это прям супер режиссура слезы и плач и искренние чувства и так далее ничего подобного первых здесь первый час натурально отвели под местной самодеятельности я так называю местами она даже была извините какая колхозная самодеятельность они организовали такой театр типа перевоплощение где девушки приставали в непривычный для себя амплуа и всякое показывали это принципе хорошая идея теоретически хорошая идея это в середине шоу даже наверно во второй половине вот я не так давно рассказывал про юс визю и там например под конец девчонкам дали себя показать им кто-то станцевал кто-то прочитал рэп кто-то еще что-то потом не читали свои песни обращенные друг другу и это было чудовищно мило это было чудовищно аварит на было интересно за этим смотреть почему потому что этих девчонок уже всех знаешь хорошо знаешь по многим привязался ты прекрасно знаешь что они следующем эпизоде к чертям вылетят не всем участие да изрядная часть и а тут другая ситуация здесь пока было сто одна девочка из которой как я уже говорил я запомнил дай бог десятерых ну хорошо на лицо дай бог 15 их остальных тупо не раскрыли и здесь их раскрыли не лучше потому что их раскрывает нужно через песню и пляски так сказать через их выступления ничего подобного здесь не было здесь натурально они каких-то исторических образах представали они делали какую-то комедию они еще культурной страдали и это было местами норм я должен признать некоторые были забавные умеренно а местами меня пищал просто накрывали чудовищные спазмы испанского стыда потому что мне вот за этих девочек было стыд мне было стыдно за организаторов за то что это так по колхозному были так непрофессионально прям какой-то кошмар опять же показали далеко не всех девчонок ну прям далеко не всех девчонок некоторых интересные показали но опять же не всех и это тоже неправильно хотите продемонстрировать показывать и всех как бы если вы показывали только часть чему это объясните пожалуйста вроде как решили всех представить показываете не всех был очень странно это был вообще ни о чем и вот этот момент где можно было смело заниматься своими делами не знаю там шить вязать есть пить играть в игру компьютерную играть и гранателем чего угодно пока ты не появлялась интересно те тренинг и смотрел так и проехали дальше вот ладно это радость закончилась всех девочек вызвали на огромнейший типа стадион я такое хорошо как я и говорю продюска 2020 он не стесняется больших пространств это прикольно на самом деле хорошо тут вопросов нет у них с бюджетом порядок видимо за счет огромного количества рекламы значит вызвали кучу девочек поставить на заднюю линию а там такие были линии прочерчены знаете почти как сейчас линии типа до социального пространства магазин да ну-ка на полтора метра отошел от меня ишь бишь то у меня тут и чихать собирается только гораздо больше там социальное пространство было не знаю метров по 10 они стали все на заднюю линию и менторы и начали задавать очень странные вопросы например кто из вас за время этого шоу поправился некоторые девочки такие ну мы становятся идут вперед дальше вопросы были более наверно меняемые кто из вас за время этого шоу напомним что шоу для нас длится месяц от силы или чонок она длится уже побольше там порядка пункта ли три то ли пять месяцев много очень много них заранее все это снимали очень многие вещи поэтому это нам сейчас показывают их таком достаточно быстром темпе вот кто за то время обзавел с новыми друзьями тоже кто-то вперед кто из вас там отважно не сдаваясь боролся до конца кто-то еще вперед в итоге все девчонки вот так расстались менторы потом обращались девочкам сзади типа почему ты не пошла вперед это было очень долго и не очень понятно к чему это вело я то есть понимал что скоро будет исключение наверное какое-то но я не понимаю к чему это все как бы что это значит в итоге вышло несколько девочек на первой линии из этих девочек начали кого-то отбирать я уже начал путаться я искренне понимал что происходит почему только девочек который на первой линии почему из них отбирают потом выяснилось что эти прекрасные люди у них уже был список тренинг который останутся тренинг который вылетит как это делается на всех нормальных шоу в принципе как ты делал из предыдущих продюсер по крайней мере корейских то есть и как ты сейчас делается вью-свизью эта схема блин отработанная отработанная замечательная хорошая схема когда есть допустим 100 человек начинают называть людей допустим в этот раз сказали что останется 55 девочек да соответственно там сколько 46 вылетит и начинает называть да допустим с 54 место и вплоть до первого грубо говоря последнюю оставляет извините на сладкое да и соответственно девчонки еще на которых называют на 50 месте лесоковом месте в них каждый раз когда говорю сейчас назовем еще кого-то в них явно борется желание быть названной потому что это точно попадешь и желание быть не названной потому что хочется быть повыше то есть это знаете как пан или пропал понятно что у них уже ничего не зависит но тем не менее она стоит ее называют например 45 и она такая хорошо что попала и не вылетела ну по что 45 да здесь этот момент абсолютно убили это для зрителей тоже было интересно к от и сидела просто типа так 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 а почему до сих пор не назвали мою там любимицу какой кошмар неужели она вообще не попала или она попала первую десятку и она попала на там третье место то допустим выяснять что вообще не попал да такое тоже бывало вот и этот момент полностью убили потому что вот все девчонки за каким-то чертом на протяжении часа их вот так расставляли с дурацкими вопросами господи боже мой потом они назад ходили потому что им тоже задавали вопросы я правда забыл они сначала вперед ходили потом ходили назад чем они туда пойди сюда пойди теперь опять сюда теперь опять какой в этом был прикол это очень много это время потратили вот и просто менторы начали называть по очереди все имена почему так такая то вперед выходи ты победила ты прошла такая то ты прошла такая ты прошла такая ты прошла ты такая то ты прошла ты тоже прошла 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 пошла и так буднично без особого этого назвали 55 человек окей они таким макаром вот этот весь пафос необходимый для распределения мест для бывания бывания просто напрочь убили потратив время на все что угодно кроме него это очень плохо на мой взгляд их распределить с первого 55 место и после этого уже начали говорить так давайте смотреть то у нас на 55 месте ну все то что я рассказывал вначале вот эта вся интрига замечательно она убилась потому что теперь как раз девчонки не хотят слышать свое имя самом начале они хотят попозже услышь своим потому что они точно оставшись точно знает что они остались поэтому они стоят и молятся о боже только не сейчас а блин меня назвали 45 место проклятие какой кошмар вот убили один из данных приколов в принципе вот этого зачитывания девушек которые остаются или не остаются вот замечательный момент потрясающе просто и называли их и вот они выходили такое-то место такое-то место лана очень сильно упала на баланс сколько помню там на 27 месте что-то в этом роде она оказалась здесь ничего не путаю на 45 потом она я смотрел в рейтинге чуть поднялась но все равно она упала очень сильно и у меня в комментариях уже высказывали предположения разумеется основанные не просто так более-менее фактов на слухах и на всяких других вещах на чем голосовать в принципе за участниц могут все по миру до достаточно достаточно для этого скачать приложение вители и зарегистрироваться и можешь каждый день давать по голосу за свою претендентку сейчас можно сдвоих подавать и по каждый день ты подаешь если ты вип то ты по 2 голоса подаешь но вот эти вот замечательные йогурты которые они рекламируют яростно вместе с кратых покупаешься тоже покупаешь как бы голоса фактически и таким макаром за некоторых трене просто яростно люди скупали этот йогурт и голоса получали я как бы за что купил зато и продаю таким макаром нет многие тренинг участницы просто яростно взлетели а те за кого к в китае видимо судя по всему там фандомы какие-то особо не голосуют и возможности купить эти йогурты не могут я например пошел купил пару йогуртов а может и 20 йогурты может неплохие да я даже не спорю с этим вообще йогурты люблю почему нет всякие арти мэри и так далее я бы или этого гида плевать что-то не просто молоко и молоко не люблю и со мной не вовсяной каши у меня далеко занесло так вот международные фанаты не могут это сделать голосовать не можно но они как бы пониженных правах причем яростно я даже могу отдаленно понять это в принципе да наверное раз для китайцев собирается шоу значит китайцы должны решать но это вообще международные голосования открывать а так типа вы люди первого сорта потому что вы можете купить проголосовать в утрене это самое это это да а здесь не очень но насколько я понимаю правда сейчас это во многих участвует происходит да и вроде юс визю тоже такая же фигня но 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 там международным фанатам голосовать практически нельзя было по крайней мере я не видел ни единой возможности не было в самом приложении то есть там сразу сказали это шоу для китайцев дорогие друзья вы хотите поддержать свой тренинг голосуйте в нашем на специальном приложении не хотите просто голосовать можете купить еще вот наш йогурт тогда вы потратив деньги поддержите свою тренинг это честно ну как бы умеренно честно в туристическом мире да извините вот а здесь вроде как голосуют международные а вроде как нет извините поэтому она упала на сорок пятое место и она была ну на волосок от выбывания да поэтому за нее нужно голосовать голосовать еще раз голосовать хотя бы как тут пытаться сделать это отдельный разговор вот и был очень очень грустный момент потому что опять же там давали всем более менее высказаться и это местами конечно было чудовищно затянут потому что ну реально мне интересно 10-15 тренинг всем остальные мне честно говоря пока что плевать они все высказывались вот представьте 50 человек они все высказываются вот настолько это дело растянулось когда лана высказывалась она очень мило говорил по-китайски опять же там цико сбивается но говоря по-китайски расплакалась попросил за него голосовать больше побежал сразу проголосовал моментально просто вот далее значит вот таким макаром убив всякую интригу они вот вы называли по очереди участниц говорили на ком они месте когда дошли до первой десятки то там вообще все что-то странное превратилось там значит выходила одна участница хочу ладно странный от наверное загнул тоже наверно забавно скажем так девушка которая на десятом месте оказывалась она говорила какое место че рейтинг она хочет узнать еще вот и она говорила я хочу узнать рейтинг там карли гао карли гао такая не хочу а то такая все равно хочу открою я не хочу ну ладно давайте узнаем и рейтинг какой-нибудь другой тоже странный момент то что лигиал тупо отказывалась до конца узнать свой рейтинг я я так и не понял прикол если честно ну блин ладно хорошо вот значит назвали их всех их распределили с 1 55 место чудесно тут разумеется тут еще один очень важный момент это меня чудовищно выбесил то в этот момент чудовищно выбесил то он того очень фиговый шутник прям очень плохой шутник и он ни раз ни два ни три ни четыре я иногда может быть путал уже помимо него кто-то еще в этом участвовал они называли имя участниц например какой-нибудь там я просто не очень помню допустим 40 место 30 место и того такой кирли гао карли гао фигевает азирается типа я была на первом стол на 16 ладно и все тоже шоке типа как так то почему что случилось она значит идет потихонечку так нерешительно такой ха-ха-ха я просто назвал твое имя я не сказал что я 16 место ха-ха-ха-ха из полной раз так пошутил еще куда не шло ну так реально шутил несколько раз и эта шутка с каждым мест с каждым разом становился тупее тупее это под конец полом самих девчонок начал яростно бесить потому что ему уже кто-то там с места кричал типа это какой-то всем детство это действительно детство это не смешно это некрасиво по отношению к трене они стоят нервничают они стоят просто там переживают за свое место упали они не упали поднялись не поднялись а ты тут шутер как бы ну пошути в другое место другое время принципе него получалось когда он девчонками общался было более-менее во время тренировок обычно а тут простите шутки у нас россии городки шутки зуба бывают промежутки извините так нельзя шутить особенно много-много-много раз вот под конец когда я думал что это шоу не может быть более дурацким она стала еще более дурацким и унизительным потому что на мой взгляд в принципе вот это вот все расстановка девчонок да вы вперед вы назад шаг вперед шаг назад кто из вас пожарил а ну-ка рассказывайте а кто у вас из вас ничего не добился а ну-ка рассказывайте она уже достаточно было неприятно вот эти тупые шуточки типа я твой имя назову а на самом деле я не это имел ввиду это тоже неприятно и некрасиво банально под конец все это превратилось вообще в какой-то адок они сказали что значит сейчас мы выберем еще трех участниц мы спасем из тех кто выбыл то есть там было 101 до 55 осталось 46 выбыл а здесь старт к 6 мы трех сможем спасти спасать их будем из разных групп и там тоже были чудовищно запутанные правила так эта команда выиграла там тау и люхань поэтому выбирают они но после этого выбирали другие а потом еще раз короче вот предыдущая все весь этот розыгрыш собственно когда команды участвовали разбивались по наставником и соревновались я была подумала секунду что все таки имеет смысл например тренинг смогут спасти только команды из выигрышей половины скажем так которые руководили тау и люхань нет выбирали те и другие в чем прикол окей это называется мы сами себя перемудрили и значит в чем жестокость основная наставники говорили вот и девочка которая осталась из там кто это команды из которой мы сможем спасти тренинг например вот и сейчас иди перед тобой станут там от четырех от трех до пяти я не помню сколько участниц из твоей команды с которой ты соревновалась кистовой группы из которой ты пела танцевала плясала они сейчас все по очереди расскажут тебе почему эти остаться в группе а ты сказать королевским решением оставишь кого-то одну из них и это было унизительно это фактически девочки стояли и местами действительно казалось что унижались типа я очень-очень хочу пожалуйста ставь меня я очень хочу дальше участвовать им для меня это шоу это вся жизнь я еще не все показала там некоторые плакали и ну было неприятно из-за них и было честно говоря не очень приятно за того кто выбирает потому что ну как ты не крути даже если представить что все эти замечательные друзья подружки что они другу прекрасно относится и все прекрасно понимает и даже того что девочки там пятеро шестеро которые стоят и умоляют о том чтобы их оставили одного человека не ментора не фаундерс так они называют людей которые там голосуют создают группу а именно свою можно сказать коллегу с которой только что танцевала плясала разучила и может быть даже ее чему-то учила а ее выбрали только потому что за него больше людей проголосовало это конечно ну понятно почему но все равно это не знаешь что она например лучше тебя не обязательно то есть ты можешь быть лучше ее по всему но люди проголосовали за ту больше потому что блин ну так отмонтировали например и ты вот ее умоляешь и понятно что она выбирает одну из пяти допустим остальные четверо к ней будет не очень хорошо относиться типа я же тебя просила заразу ты не взяла а я думала мы подруги они там действительно кто-то могли бы быть уже подруга не могли подружиться это девочка мог подружиться семи пятерыми чем хорошо подружиться и была вынуждена выбрать одну и остальные такие ага значит а больше подруга да окей хорошо ясно понятно зрители точно также могут реагировать а чё это это коза выбрала него ту а вот эту это ужасно участниц такое положение ставить нельзя люди которые делают продюсс 2020 км 2020 они вообще по-моему башкой не думаю то есть они реально придумали замутили правила в стиле главное чтоб не было похоже на предыдущий продюсс и на ее связью это главное будет ли это работать плевать какое положение поставит участниц плевать будет интересно зрителям плевать главное чтобы вот не так как раньше это конечно очень плохо вот и да выбрали еще трех выяснилось что мест 55 все-таки остается 58 и на этом вот более менее все закончилось им сказали что следующий раз будет опять выбранную песен новая тренировка и да это прям очень грустно это было очень скучно я и честно признаюсь я во время вот этих выступлений театральных периодически проматывал когда были тренинг которых я тупо не знаю их не успел запомнить и они показывают что-то неинтересное и когда опять же выходили по одной из 55 тренинг там высказывались которых я опять же большей часть тупо не знаю я тоже мотал яростно я останавливал только на тех тренинг которые хорошо знаю потому что мне мало-мальски интересно что они скажут хотя конечно плюс-минус они говорили все одно и то же не плюс-минус говорили что да спасибо фаундерам которые вот меня поддержали я буду стараться еще лучше те кто сильно упал говорили пожалуйста проголосуйте за меня буду стараться те кто там был на высоком месте упал по и пониже тоже говорит да я конечно расстроен свое место но я прям в топлив-топлив-топлив сюрприз на первом месте с поркер легал в общем то никто и честно говоря не сомневался вот как-то так так что это было очень плохо я все еще продолжаю смотреть потому что там есть ланочка ланочка няша ее очень мало показали этот раз прям чудовищно мало такое ощущение реально как будто канал не просто забил мы до этого тебе не дали попить нифига мы даже не показали как ты попала там список скажем так активных участниц клипа который мы снимали мы много чего не показали и whatever оставь остань 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 поэтому за меня конечно нужно голосовать а то что зайдите и скачайте и w и tv в истории ли в google play и проголосуйте за нашу мяшу вот как то так грустно товарищи очень фиговая режиссура очень плохой сценарий очень плохое отношение к участницам и если честно просто через эту призму такого такой фиговой постановки все это кажется очень искусным то есть когда я даже не буду говорить что типово боже you связью это все идеально да и замечательно да там все очень здорово и искренне кажется так по крайней мере мне кажется что это правда ну и предыдущих продюсер когда девочки обращались друг другу когда они другом общались когда они например какие-то там речи говорили да это все действительно казалось искренним может быть оно и было искренним я хочу в это верить что это все было абсолютно искренне вот здесь это искренне кажется я не буду утверждать что здесь все подстроено продано передано и так далее да что девочкам сказали говори вот такое ради драмы но из-за такого монтажа из такой режиссур и принципе такой постановки из-за абсолютно искусственных речей менторов которые тоже постоянно говорят одно и то же но с пафосом да старайся добивайся своего и они при этом стоят вот на четверо микрофон так с важным важным видом говорят и шутки еще тупые раздаются периодически просто действительно ощущение искусственности не покидает тебя на протяжении всего эпизода это конечно печально но в следующий раз вроде хотя бы как бы будет будет либо распределение ролей для следующих выступлений либо даже у следующего выступления возможно будет поинтереснее и ладно возможно опять как-то посверкает не очень хочется на это надеяться по крайней мере я бы нужно спасать ему давать больше экранов времени и нужно дать попеть потому что она нормально а то и хорошо поет и больше танцевать она шикарно танцует а уделяет время простите кому угодно здесь есть много девочек которые они наверно миленькие но они чисто по совокупности качеств примерно не очень никакие ну но их показывают очень много чудовищно много прям чудовищно много других трений не только ладно но и многие других которые замечательно танцуют замечательно будет вообще обаятельно их показывали три копейки вот ладно всем спасибо всем пока напишите в комментариях что вы думаете об этом эпизоде если вы еще конечно его смотрите это шоу и не знаю проголосуйте за вам еще раз это нужно сделать ссылку я оставлю в описании всем пока